Добрый день! Меня зовут Светлана Галушко. Я являюсь заместителем директора муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованной библиотечной системы для взрослых муниципального образования городского округа Симферополь. Библиотеки Централизованной системы для взрослых города Симферополя ведут работу по разным направлениям. В течение года сотрудники принимают активное участие в различных мероприятиях малых и крупных форм по правовому просвещению, по краеведению и сохранению историко-культурного наследия родного края, по экологическому просвещению, по формированию здорового образа жизни, по духовно-нравственному воспитанию. Проводятся библиотечные мероприятия, направленные на популяризацию жизни и творчества писателей и поэтов, а также очень важной работой мы считаем проведение мероприятий по гражданско-патриотичному воспитанию. Поэтому сегодня я хочу рассказать вам о библиотечном военном патриотическом проекте «Книга памяти симферопольцев. Пока живы, помним», которая успешно работает в одной из библиотек филиалов нашей системы. Библиотека филиал номер 2 имени Василия Андреевича Жуковского является одной из первых библиотек города и имеет свою уникальную историю. Совсем скоро эта библиотека будет отмечать свой 120-летний юбилей. В библиотеке работают прекрасные творческие и профессиональные сотрудники. Я расскажу вам, как начиналась работа по созданию проекта и как работа продолжается сегодня. Проект «Книга памяти симферопольцев. Пока живы, помним» был начат в 2015 году и приурочен к 70-летию победы. Руководителем проекта является библиотекарь Кондратюк Оксана Сергеевна. Целью проекта является увековечивание памяти жителей Симферополя, принимавших участие в героических событиях Великой Отечественной войны. Задачами проекта являются сбор материала для массовой просветительской работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, формирование патриотических чувств и сознания граждан Российской Федерации, формирование гражданской позиции к событиям Великой Отечественной войны, формирование понимания бесценного наследия, правды о Великой Отечественной войне на примере рассказов о реальных участниках этих событий, воспитание чувств гордости, глубокого уважения и почтения к участникам событий Великой Отечественной войны, популяризация семейных ценностей, побуждение пользователей к изучению семейных архивов, продвижение чтения книг о Великой Отечественной войне. Итак, как же все это начиналось? 13 апреля 2015 года совместно с Петропавловским кафедральным собором города Симферополя был организован «Вечер реквием, когда мой город пылал в огне», посвященный 71-й годовщине освобождения города Симферополя. В рамках мероприятия состоялась презентация книги памяти симферопольцев о тех, кто принимал участие в освобождении советской земли от фашистских захватчиков. Первая страница книги посвящена участнику войны, жителю Симферополя Федотову Виталию Федоровичу. Собственно, идея создания такой книги возникла благодаря ему. Виталий Федотович являлся нашим читателем. Несмотря на довольно солидный возраст, всегда прятный, в хорошем настроении, приходил почитать свежую прессу. К сожалению, несколько лет назад его не стало. На время начала работы проекта ему было 92 года. Конечно же, такой читатель уже сам по себе являлся ценностью, поэтому мы попросили его прийти к нам на мероприятие и хотели сфотографировать для архива библиотеки. Но когда он предстал перед нами в таком вот виде, мы поняли, что очень мало знаем о тех людях, которые находятся рядом с нами. Первую страницу нашей книги мы, конечно же, посвятили ему. Вот он погиб. Как он погиб? Когда снаряд упал сразу на машине, ему в голову попал осколок. Осколок попал, он наклонился головой, это нам водитель вот так. Вот, и всё с концом. И мы похоронили нашего командующего еще четыре раза. Его похоронили в Вильнюси. Проводя различные мероприятия, мы всегда стараемся донести до читателей и гостей библиотеки о нашей работе по сбору информации в книгу памяти симферопольцев. Так постепенно у нас появились и другие страницы, посвященные героическим судьбам, людей, которые иногда ценой своей жизни спасли мир от фашистов. На мероприятия были всегда приглашены у нас ветераны, участники боевых действий. Вот, к примеру, пришел писатель, автор книги «Наш подвиг. Наша победа» Юрьев Иван Андреевич. Он рассказал об исторических событиях 1941-1945 годов и подробно описал оборону Севастополя, в которую он участвовал. В нашей книге есть и его история. Литературный вечер-портрет «Война прошла по их судьбе», посвященный судьбам людей, в жизнь которых вошла война. Юлии Друниной, Ольги Бергольц, Константина Симонова. Участник мероприятия Александра Третьякова поделилась историями из жизни семейного архива своих родственников. Особенно гостей мероприятия затронул рассказ о дедушке Иване Третьякове, который во время войны был командиром партизанского отряда во французском сопротивлении. Присутствующие познакомились с историей жизни всем известного Бориса Хохлова, чье имя носит одна из улиц города Симферополя. Информацию о нем предоставили из семейного архива двоюродный брат героя Федоров Геннадий Федорович, ребенок войны. Вечер памяти войны застал их внезапно, приуроченный дню памяти и скорби, дню начала Великой Отечественной войны, прошел, как всегда, с большим уважением и с интересом наших читателей. Гостя вечера памяти Тамара Петровна Обринская, крымская поэтесса и композитор, поделилась своими воспоминаниями о тех годах, будучи совсем еще малышкой, она чудом избежала страшной участи. Детский садик, в который ходила маленькая Тома, ее сестренка попал под обстрел, и почти все дети погибли. Ровно по мужу я обринская, а по папе с мамой я урусово, угроженная. Вот мой детский сад. Мы празднуем 1 мая 41-го года. Все веселые, все национальные одежды, мы еще не знаем, что ждет нас через месяц. Вот я, вот моя сестра, мочевка, и через месяц война. Тамара Петровна рассказала о своих родителях, которые во время войны были врачами и спасали жизни раненых бойцов. Иллюстрациями ее рассказа были слайды с изображением фотографий из семейного архива. И она открыла еще одну страницу в нашей книге памяти. На наши мероприятия приходят как и взрослые, так и молодые люди. Своей маленькой победой в патриотическом воспитании подрастающего поколения сотрудники библиотеки считают параллельный проект, созданный юным читателем библиотеки Ильей Гажевым. Тогда ему было 12 лет. Он посещал занятия по веб-дизайну в Малой Академии Наук Искатель и больше года собирал материалы о людях, воевавших в Великой Отечественной войне, размещая у себя на сайте их истории. На его сайте размещены и страницы книги памяти нашей. С каждым годом живых свидетелей героического прошлого становится все меньше. И чем дальше мы от войны, тем меньше остается возможностей запечатлеть рассказы очевидцев о Великой Победе. В библиотеку приходят читатели и рассказывают невероятные героические истории о своих родителях, бабушках, дедушках, которые воевали за нашу свободу, за возможность жить в мире. Только от живущих сегодня поколений зависит, сохраним ли мы для последующих поколений память о величайшей победе нашего народа. Помните и передавайте своим детям о героических страницах нашей истории, о людях, которые подарили нам всем возможность жить в мире. Ведь, как оказалось, мир очень хрупок. Сохраняя и передавая память о событиях Великой Отечественной войны и о героизме людей, мы сможем научить людей жить в мире и согласии.